Здарова ребята, снова с вами Серега Ребят, по поводу того, что Вы мне там пишите Такое срочное обращение к вам Вы меня знаете, что я вам Всегда пытаюсь помочь советам Рекомендации Ну, короче, в комментариях пишу Но вижу, у меня там люди задают вопросы Что ты там, Серега, сдал Мед, не сдал, держишь, не держишь Будешь сдавать, не будешь Ну и до сих пор пишут люди И плюс и опрос у меня был Все люди мед держат Ребят, я уже снимал ролик на эту тему Я вам говорил, что Ну, предыдущий ролик о меде Я вам говорил, что я намерен держать мед До конца февраля А потом мы с другом будем его сдавать Потому что нет смысла его дальше держать Потому как экспортеры будут Искусственно занижать Цену на мед Контракт у них будет кончаться В связи с новым сезоном И если вы готовы держать мед То его придется держать Аж до следующего февраля А то и декабря То есть если его сейчас не сдать В этот период Поэтому мы мед сдаем В принципе, то, что я говорил Оно то и есть Оно то и оправдалось И мы с другом мед сдаем Ребят Заказал я машину Звонил я в три компании В двух мне сказали Мед по 63 В цене мед уже начинает падать немного И я думаю Наверное на 90% Что он будет и дальше падать И в связи не столько с новым сезоном Но и с конфликтом С тем, которым вы, наверное, слышали Видели заявление Путина 22.02.2022 Поэтому, ребятки Очень все серьезно И мы мед сдаем Звонил я в компании Мне сказали по 63 Но с одной я договорился по 65 И то потому, что Мы им уже сдавали мед И они нас знают И только потому, что Мы сдаем мед вдвоем И у нас есть определенное количество меда Поэтому, ребят Я договорился по 65 Ну и то С натягом договорился по 65 Уже мед по 63 Поэтому Мы мед сдаем И как бы второе По поводу конфликта Вы видели заявление Путина Что сейчас происходит И, ребят Походу наши люди И наша власть даже не осознает Насколько все серьезно Насколько все горелым пахнет И Дошло все до предела Скажем так Ну вот Я понимаю, что меня сейчас будут там плевать Гнобить в комментариях Что ты, Серега, там такой-то Такой-то Ребят Я украинец И у меня Здравый взгляд на вещи Я живу здесь Я своим трудом все развивал Я хочу жить в своей стране А не выживать Понимаете? И У меня вот такой вот взгляд Я Ваш свой взгляд Я вас не осуждаю У меня мой взгляд И я как бы понимаю, ребят Что Ну вот Что очень все плохо Что у нас был шанс Пойти на компромисс Решить эту проблему Восемь лет у нас было времени Чтобы решить этот вопрос И Много было Обещающих Таких, кто у власти И тех, кто сейчас у власти И Были какие-то Соглашения Были какие-то Ну вот Минские соглашения То есть Были какие-то условия Хотел так сказать То есть Все это можно было решить Было достаточно много времени Восемь лет Но ничего это не решалось Только усугублялось Только нагнеталось Все вот эти Ну Наши Недогосударства Я не знаю Как подробно сказать Которые Вместо того Чтобы развивать Нашу страну Нашу экономику Делать ее стабильной Развивать промышленность Развивать фабрики Заводы Поднимать Чтобы не мы Купляли у китайцев Скажем так А мы китайцам Продавали Ведь у нас все есть Для этого А мы только все Загоняли в угол А теперь Мы За что боролись Знаете Говорят За что боролись На то и напоролись И теперь Известно Чем это все Обернется Теперь Наш Глава Государства Ребят Просит у Народа помощи Ввел там Какой-то закон Чтобы мы Помогали Финансовыми Средствами И так далее Да у нас Нет ничего С кого ты просишь Вы Вы нас Обложили Налогами Такими бешенными На топливо На все На продукты Такие бешеные Цены Вы что И вы еще У вас есть Что вы Что вы сделали Для своего Народа Чтобы просить У него Почему Вот Рядом С тобой Господи Хотел Рядом С тобой Сидят Вот эти Все Коррупционеры Вот эти Все С Газпрома И Энергосбыта И теплосети И все Которые Получают По миллиону Ребят По миллиону Гривень в день Получают По миллиону Гривень в день Вот Вот Откуда Где деньги Где деньги На них Накладывай Свои Эти Санкции Или Штрафы Или что вы там Вводите Они Из простого Народа Вы Доите Что у народа Уже нет ничего Все Уже Последнее Забрали У народа И Ну Ладно Ребят Не буду Углубляться Хочу вам Сказать Что Я лично Ну вот смотрите Держали мы мед Да Вот Опрос Я Опрос у меня На канале Был Все Практически 80% Проголосовало Что все люди Ну мы Держим мед Потому что Продукты Потому что Цены Потому что Все Оно как бы И да И я с этим Согласен А теперь Что Ребят А теперь Все эти деньги Которые Вот мед По 65 И сейчас Вы его еще Навряд ли Сдадите По 65 Он по 63 Уже А теперь Все вот это Время Все это Наше терпение Коту под хвост Я теперь Вот ребят Долларов 500 Я потерял за 2 дня Потому что Гривня обесценилась За 2 дня Это туалетная бумага И с каждым Промедлением Это Речь идет Не то Чтобы за Ну вот Не знаешь Чего Знаете Говорят Не знаешь Чего ожидать От завтрашнего дня А тут не знаешь Чего ожидать Через половину дня С утра так А в обед Уже может быть Все что угодно А если Военное положение Ведут Ребят У кого деньги На банках Поблокируют Все К че твою матерь Позабирают И все И все И будем В одних трусах И в одних носках И тогда Ощутим мы все Все на себе Это Поэтому Ребят Не знаю Мы лично Мет Сдаем Я вам говорю Так как есть Что деньги Будут обесцениваться То есть Сейчас Я потерял 500 долларов Завтра То есть Это только Начало Ребят И Это только Начало Завтра Уступить Договариваться И даже А теперь Петух Жареный Клюнул В жопу И Черт его знает Что теперь Будет Ребята Очень страшно И Все это Отразится На простых Людях Те Коррупционеры Потекают Кто потекает Кто в доллары Повыводил Кто уже Повыезжал А мы люди А мы Здесь будем На своей земле И мы Мы зависимы Мы зависимы Потому что Большинство людей Живут от зарплаты До зарплаты Работают на Комбинатах На заводах Мы зависимы От этого И Нам некуда Деваться И Хотелось бы Жить В своей стране А не выживать А не терпеть Хотелось бы Чтобы наши Дети жили В нашей стране В этой Хорошей Замечательной стране А мы Выживаем А мы не знаем Блин Я не знаю Даже у меня слов Не знаю Подобрать Правильно Так что Такие дела Ребятки Думайте Думайте Сдавать вам Я не имею права Вам советовать Но я говорю то Что Гривня будет Обесцениваться Цены будут расти Топливо будет расти А дальше Может быть И хуже И хуже А то И Фихио знает И вот это Все что наши власти Там сейчас говорят Успокаивают людей Ребята Все что было До Путина Когда уже Путин Лично Сам сказал Об этом Это очень серьезно Очень серьезно Как бы Меня сейчас В комментариях Не начнут плевать Там Вот ты за Путина И это Ребята Я Я вам говорю Если Как поступит Дай бог Дай бог Дай бог вам Всем здоровья И дай бог Нам всем терпения И чтобы у нас Все наконец Наладилось В нашей стране Все Ребят Продолжение следует Продолжение следует...